У нас сейчас реально три недельные главы, Мишалах, Итро и Мишпотин, которые говорят о подготовке к получению ТОР. И реально, и так же, Башат Мишпотин в конце, и она возвращает нас обратно в подготовке к получению ТОР. Я сегодня хочу коснуться, знаете, вопрос получения ТОРа. Это вещь очень актуальная для нас. Мы хотим у Ростовица ТОРа. Кто-то этого не хочет, тот должен проснуться от зимней спячки и закатеть. И даже более широко, то часто люди уже не верят, что сами могут расстроиться ТОРы. Так хотя бы пусть им это болит, что они могут расстроиться ТОРы. И это может помочь в чем, что они будут позаботиться о детях. И будут молиться о своих детях, о внуках и правнуках, чтобы они уже строились ТОРы. Я хочу сегодня коснуться одной темы, которая является очень принципиальной и важной для того, чтобы достойиться ТОР. И я хочу начать, мы сейчас приехали за родовом, здесь сидит шива семья Шмолевич. Мы по дороге заехали, не хомовели. Сейчас ушел вот этот дел из нашего мира Рафаэль Шмолевич. И когда и Шватмир, и семья публиковали ТОРы сообщение, они написали о нем в таких словах «Гаон Амити». «Гаон Амити» — истинный, настоящий Гаон. Мы же говорили о том, что есть к этому титулу претензия. Если есть Гаон, который может быть не истинный, то есть он может врать слово «Гаон». То есть слово «Амити» и истинный тоже может врать. Но в этом есть смысл, то, что они написали. Они написали это очень точно. В таком смысле? Потому что у каждого понятия есть свое содержание в этом поколении. Кресиво называют Гаоном человека, знающего ТОРу. Не всю, но хотя бы часть его преподающего. То есть любой расширщиво называет сегодня Гаон. Это правильно. Это не ложь. Но это не понятие Гаона, которое было когда-то. Я думаю, что понятие Гаоном и ТИ, как это было принято когда-то. Еще одну вещь немножко объяснить. Винский Гаон пишет, что Гаон, гематрик слова «Гаон» — это 60. Это соответствует 60 дататам Мишны. Кто-то называется по-настоящему Гаон, кто-то знает весь шанс. Больше ничего. Просто ясно. Это есть. Я думаю, что когда люди используют понятие Гаона МИТИ, истинный, настоящий Гаон, еще пользуется им правдиво, а не лживо. Можно каждому писать Гаон МИТИ. Дело такое. Несколько нажиманий на клавиатуру будет поразвать изгон, превратится во МИТИ. Очень просто. А бумага и компьютер все стерпят. Но когда-то пишет Ишватмир, когда пишет семья, которая действительно знает, что такое по-настоящему, истинные величия в Торе, она говорит, что речь идет о истинном знании Тора. И я вам скажу одну вещь. Это... Об этом слишком маленький человек, что мне не подобало об этом говорить. Но я живу с этим ощущением уже с присоха, когда от нас ушли в Шму Эльвозны, в зях от сады, когда шли в Рохе. И ушел потом Абхайм Гринеман, в зях от сады, когда шли в Рохе. Что наше поколение остается без принастоящего великих вторых. Это страшно, потому что наши модельцы называются Эйнея Эда. Глаза, наши общины. Это уровень зрения. Их зависит от величия в Торе, в частности. И когда мы сейчас... Говорят, что у нас шел Рафаэль Шмолевичу, то есть это был пример настоящего Гаона. Сегодня настоящий Гаон, который знал, разбирался, знал всю Тору. Все Тору. И это изначально, что при этих Гаонов источников это были, это были так называемые Гаоны Вавилонов, которые были после завершения Талмуда. Их называли Гаоним. Они были последствия, которые знали весь Талмуд. Известная история, что когда, как Тор упал в Европу, когда четверо пленных Гаоним были проданы в рабство в Северной Африке и в Испании, они с собой шарс не везли. Ни в книгами, ни в компьютерах. Они его имели, так сказать, в другом месте. В голове и в сердце. От них пошло изучение Талмуда в Европе, хотя они приехали без книг. А в Европе еще не было Талмуда. Не в Испании, не было Талмуда еще. – Евреи-то были? – Что? – Евреи были? – Были, были. Были, были. Были евреи, были. Ребезные евреи. Они очень хумыш, очень мечтают. Что-то есть какие-то находки, это не было традиция. Но не было Талмуда. Не было Талмуда. Были, были евреи. Конечно, были евреи. И так Тора была всемище передана из Вавилона ее следующая обитель в Испанию и в Северную Африку. И тут есть, опять же, очень можно подумать, что то, что я сейчас говорю, какое-то вид ко мне отношения. Я уже как-то не чувствую, что я могу стать не просто Гаоном Амити, но это просто Гаоном тоже. Как-то это непросто. Непросто. Даже то, что называется сегодня Гаоном на еврейской, хорошей, кошерной улице. А тем более, когда я сейчас про Гаоном Амити. Но я все-таки думаю, что это нас касается. Потому что, если мы занимаемся, мы думаем о том, как человек обрел Тору, то хотя бы, как человек Тору достаивается, то как же хотя бы его достоинство того, что он может удостоиться. А сам достоинство гораздо больше, чем он в этом думает. А тем более, если, опять же, говорю, если касаться желания, чтобы мы достоинство из Тору, наши дети достоинство из Тору, наши внуки достоинство из Тору, то если то, что мы сейчас будем сегодня говорить, людям хотя бы в лишний раз помолиться о своих детях, что достоинство из Великого Тори, то стоит об этом говорить. Я знаком с семьей Шмолевич много-много лет. Я не удостоился видеть Рабхайма Шмолевича. Но когда я учился в Ешиве Мир, то я учился с Хабрутой с младшим братом Рафаэля, Абмейером. Он тоже гаономитый, гаономитый, истинный гаон. И мне, то есть это было, конечно, возможно только в Ешиве Мир, что у сына главы Ешивы не было своего места, где сидеть в бета-медраж. Своего места не было. Поэтому у нас не было выхода, и поэтому мы учились в квартире его отца покойного, в которой жила его мама Рабхайма Шмолевич. Мы учились в квартире его мамы. И я скажу просто одну историю. Она очень интересная история. Я узнал от Рабхайма Шмолевича, что его мама знает русский язык. Куда знал русский язык. Рабхайма Шмолевича была дочерью великого арабельского Дрофинкина. Она была внучкой, альтерами своей слабой слабой слабой. И она для нее, ее жизнь и жизнь в счет мира – это были вещи практически идентичные. Она являлась в Вершивы Мир. Два изгнания. Одно из мира в Полтаву в Первую мировую войну. И потом спасение через Японию и Шанхай в Вторую мировую войну. И в другой раз, когда как-то приехала моя покойная мама из Америки, я хотел показать их в Вершивы Мир. И мы там столкнулись в Вершиве с Арбанит Шмолевичем. Она уже была, ей было уже за восемьдесят примерно. И она с мамой моей с ней разговаривала. Она спросила, откуда она знает русский язык. Девочка была в Полтаве. В Полтаве. Ей тогда было сколько лет? Восемь лет. Я попала в Полтаву. Она знала русский язык. И у меня возникла идея. Этой идеей мы тогда занимались немножко с нашим другом Расвим Патласом. Пытаться привлечь, тогда была большая алия, приезд в Святую Землю. Пытались просто собрать молодых людей, которые могли как-то привезти к Тори, может быть, привезти в Вершивы. И у нас возникла идея, что, может быть, стоит привезти Карабанит Шмолевич, молодых ребят, чтобы он просто рассказал им про Вершиву Мир. По-русски. Ну, в принципе, не принято, чтобы женщина сказала, что это мужчина. Но учитывая, что ей было уже за восемьдесят, и ребятам было около двадцати, то она не видела в этом проблему, и она тоже в этом проблему не видела. И мы дважды приводили к ней Вершиву Мир, показывали ребятам Вершиву Мир, и она рассказала проще у меня ребятам. Но я просто помню очень хорошо. Первое, когда я спросил ее, может ли Рабанит все-таки что-то рассказать молодым ребятам Вершиву Мир, первая реакция была какая. Я буду рассказывать, я привыкла слушать. Знаете, не женщина, которая… Ну, это, действительно, если говорить по понятиям русскоязычным, это из самого рекординатического еврейского раввинского рода. Она была внучкой самой Слободки, дочерью великого Рабхайма Шмолевича, я думаю, что из небольших мест у Рабхайма Шмолевича нет места, которое бы он не участвовал в его создании. Кроме всего, я имею в виду. Женой великого Рабхайма Шмолевича, который был как… Тот, кто действительно перенес стору из поколения до которого, и после того, когда стору еще и умер. Первая реакция. Я буду рассказывать, я привыкла слушать. Простота, скромность, тоже называется на сфер-биске «Анава». «Анава». Меня это поразило. Я слышал, когда я это… Чем занималась Рабхайма Шмолевича, когда она уже была преклонном возрасте, она жила в Ешиме в мир, и она что-то делала, не просто там жила. Она занималась тем, что она перебирала рис на кухне, чтобы ребятам Ешимы весь рис без всяких проблем насекомых, тулы. Чтобы… Она потом привела рис. Это для нее было чем-то зазорным, наоборот, это… Это была часть поддержки Ешим. Как-то я там сидел, когда учился с армейром, у меня в квартире, где встречался один еврей, когда я познакомился несколько дней до этого. Он был какой-то вот раввин из Бельгии, из Бельгии, который, насколько я понимаю, он приезжал в Москву всяким еврейским делам там и занимался там все-все годы, когда еще… преподавание в Москве, я познакомился с ним в работе через… через одного из активистов московских, которого он познакомился. И он захотел, он зашел, возвращал в квартиру Рабонид Шмуревич, и потом он мне рассказал историю, насколько он и обязан, чем он и обязан. Он из Бельгии. В какой-то момент у него какая-то жуночная болезнь, и он не мог есть Ешим. Он сказал, что особая диета, он собрался бы сняться домой, так он не мог там находиться. Поэтому как-то узнал Рабонид Шмуревич. Сказал, почему надо ехать домой, я тебе все приготовлю. Ну, просто один бы парень из Ешивы. Не был бы такой особенный, не был бы какой-то особенный гениальный. Он просто один из ребят из Ешивы. И так она его оставила в Ешиве, готовила ему отдельно еду, чтобы он мог спокойно учиться дальше. Еще просто понять, что такое истинная нова, не просто нова, когда все делается ради Торы. 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 Хочу бы немного объяснить. Есть такая аристократическая гордость. Человек из очень важной семьи, с великими родителями, это может быть причиной, что его гордыня разбухает. 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 Поэтому есть, скажем так, приводится, что одна из причин, когда человеку достается Тор, и когда ему нет аристократического прошлого, когда ему нет гордыни, и когда нет гордыни, то Тор в такой человек обходит. Но поэтому наоборот, когда человек, наоборот, он не из равинской семьи. Наоборот, только пришел, еще три года назад, ребята, что делал? В Москве или в каком-то другом месте. Вот сейчас он вернулся к Торе, и Всевышний одарил его большим, большой помощью, великой милостью. И он уже может спорить с обычными человеками в Ешиве, что его гордыня сразу, так сказать, поднимается, может подскочить выше. Вот они учатся в пятнадцать лет, а еще три года, вот вроде мы, вроде бы на равных. Об этом есть такое очень четкое сравнение Масаха с Баб Митсия, что когда есть сосуд, то когда он наполнен монетами до предела, то когда он вотрясут, то он не шумит, он полностью набит. А когда есть только одна монета, она сильно шумит. Так вот, вот такого человека, который вернулся к Торе, он уже обрел, он брел какое-то некоторое минимальное знание, он весь город собой, то он шумит. А человек, который по-настоящему много знает, он молчит и не гордится. То есть, короче говоря, давайте это еще поймем. Есть и особо, и то называется, Икус, когда человек, извините, вышел из большой раввинской семьи, и она может быть причина гордыни, и приход со стороны, и божественный дар, который дал ему Всевышнего дара, даровал ему Тору, может, причиной гордыни. От чего она зависит? От выбора человека. То есть человек может быть остаться по-настоящему скромным и быть полутеприт, потому что в исковении гордыни будет самой важной семьи. И более того, я просто говорю один маленький пример. Один из братьев Шмелевича Авром, он вылил свою дочь замужем за сына моего учителя, Якова Фридманла из Тифраха. И я знаю просто одного из свидетелей, которого присутствовал, что, как он говорил, вот сейчас мой зять, он дал Митхахам, сын дал Митхахама, а я человек простой. Человек простой. То есть это, откуда это берется? Я объясню, откуда это берется. Когда люди увидят такую скромность своей мамы, своей мамы, простоту. Когда видят истинное величие Тору, своего папы. То есть не знаю, кто мог совмлиться с величайшим знанием Торы с Абхами Шмелевичем. Были, конечно, и рабочие фейнштейны и так далее. Я вам рассказываю следующую историю. Когда наш учитель, папа Абхами Ханевского, великий Стайпеллер, они вместе учились с Абхами Шмелевичем еще на Валдах в Гомеле, когда Стайпеллер писал свою первую книгу «Дерахтвуну». Он дал ее почитать, еще в рукописи своему однокласснику, как говорят по-русски, Рабхайму Ханевскому, Рабхайму Шмелевичу. Он прочел, я сказал так. Треть книги, она уже написана в охроне, в многих книгах. Треть – это вещи, которые приняты так учить в Ешевод. А треть – это твои оригинальные вещи хорошие, можно печатать. Представьте, кто может дать такую оценку, сколько он сам знает. Они были примерно ровесниками. Он был примерно по 25 лет. Если мы уже об этом говорим, то если думайте, что все эти вещи приходят просто так. И Рабхайм Шмелевич, покойный, он была очень непростая, тяжелая жизнь. Он остался сиротой и по отцу, и по матери, когда ему было 16 лет, и он был старшим братом, у которого было четверо, не помню, вместе с ними или кроме него, братьями и сестер. Что он делал? Он работал на рынке днем, чтобы было, чем прокормить братьям и сестер, а с собой себя. А ночью он учился. Ночью он учился. Учился так хорошо, что 20 лет его уже пригласили, приватили Шир. Стоит был великий способностей. И мы говорим, что это нет. Но это не только способности. Человеку сказал, что в соблюсти надо им пользоваться. Сколько у нас есть способностей, это мы просто похоронили. Думаю, что каждый понимает, что я имею в виду. А можно делать это иначе. И вот когда дети растут в семье, когда видят по-настоящему величие Торы, когда понимают, что они еще при всех их достоинствах им далеко до этого, а кроме того видят своих родителей, что при всех их достоинствах они рискомные, простые, не высокомерные, а полностью противопротивоположные, то так вырастают великие люди. Опять же, это зависит от выбора каждого человека. Я это видел в своей жизни не раз, когда дети больших людей, они распухали собственные гордыни. Они видели, то есть только собственную важность, они видели, что на самом деле это не их, это их родители, поэтому на этой причине немножко нос посидеть вниз, а не наоборот. Казалось бы, почему, как это связано с нашей темой, которая началась с нашим уроком, как области то. Ну, сколько это связано? То есть некоторые отвечали сейчас, слышали такие слова, некоторые противоречия у Рафа Файла Шмалевича, что его величие, как бы оно не соответствовало его простоте и скромности. Я думаю, что все равно точно все равно наоборот. Это простота и скромность. Это была причина этого величия. И все просто почему. В этом говорится в многих местах, что причина удостоицы Торы, это быть скромным человеком, а причина Тору потерять, причина Тора не удостоится, это высокомерие и гордыня во всех ее проявлениях. Есть такие слова, если я правильно понял, «Сека Цута». «Семана Ньюта Тойру Гасутруах». То есть, когда мы видим бедность в Торе, то причина этого это высокомерие. человек может много учиться. Если у него нет скромности, нет ощущения собственности простоты, это причина Тору, которую он получает, удостоит потерять. То же самое это с водой. Я буду сказать, начнем думать это так. Как вода настекает с высоты в низкие места, которая настекает, она находится там, где здесь человек живет с Медата-Нава, самоуничижение. Там собирается Тора. Как это нас касается? Очень просто. Допустим, мы сейчас не можем представить себе, что может быть достоится Тора, как Абхайм Шмуревича или его сына Равла Фоя. Допустим, мы сейчас не можем себе это представить. У нас, да, та доля, которой можно дало достоиться. То, что можно достоиться, мы можем потерять. Потерять чем? Нашей гордыней. Сейчас можно просто потерять это. И более того, понимаете, тут есть одна очень тонкая вещь. Это касается воспитания детей, воспитания наших самих себя. С одной стороны, есть такое понятие «выикба, либо бодракаяшем». Человек должен, что касается путей служения Творцу, человек не должен думать, что человек маленький. Он должен дать делать большие дела и не думать, что это тот дед, который другой. Но при этом он тоже сам по себе обладает скромностью. И знает, что максимум, что он делает, это то, что ему положено делать. То есть нет тут, понимаете, что происходит в обычной ситуации? Это же касается его почета. Человек очень пытается получить все свои способами, и тот ему не даст то, что ему положено. Он злейший враг. Но тоже касается ответственности и важности служения Творцу. Человек маленький, пусть делают большие люди, тут в руках сразу маленьким человеком. вещь проверенная. Я не говорю, что какие-то вещи новые. По-нашему, точностью дано наоборот. То же касается собственного почета. Нам надо быть маленькими людьми. Что касается к вотшим моим, чести Творца и среди мест Торы, распространения Торы и так далее, нам надо знать, что мы можем сделать очень многие вещи и надо их делать. Надо их делать. Они думают, просядет человек маленький, если у меня спрос маленький. Теперь давайте идемте дальше. Мельчайший пример того, о чем я сейчас говорю, наш учитель, всего нашего народа, всех поколений это Машер Абейн. Машер Абейн. Что сказано Машер Абейну? Анав Микор Адам. Скромнейший из людей. Скромнейший. Есть тут у меня такой интересный вопрос. Вопрос я ставил его, ставлю и сейчас. что причина нашел следствие. То, что он был одна в Микор Адаме, скромнейший, это причина, почему он достоился быть передатчиком Тора нашему народу, который называется Турат Машер, Тора Машер. и наоборот. То величие в Торе, которое достоинство было причиной его самоутяжения. Казалось бы, очевидно, что правильно только первая, первая сторона. Но это не совсем так. Все просто почему. Человек, который по-настоящему глубоко и серьезно защищает Тору, он постигает величие Тора Творца и постигает, насколько он при всех своих достоинствах обладает какой-то каплей из моря, обладает. Это причина это причина дата нова. То есть причина бежать от гордыни, как от огня. Причина ощущать себя маленьким и незначительным. Я беру просто вам пример. Ну, мы примеру сегодня предпритчу наших модельцов о монете в кубшине одной монете. Вот одна монета может быть сильно шуметь. Но когда эта монета понимает, что она только одна, тут все должно было быть еще тысячи монет. Это причина, чтобы она не шумела. А наоборот. Наш учитель Рубен Файн тоже был из величайших модельцов вторых, которые прошли в Шанхай. Автор сирии книги практически весь шанс Бена Мишпатайем. Он президентом нашей Ишибы. С ним еще раз разговаривали, потому что эти мороки. Он со книги Бена Мишпатайем на хумыш, книгу Брейчис стала такую интересную вещь, что величие в Торе это причина скромности. Там, где величие в Торе, там появляется скромность. Почему? Чем больше человек учится, чем больше человек знает, он понимает, насколько много он еще не знает. Насколько много еще не знает. Люди, которые знают Тора еще немало, их представители настолько низкие, что думают, что они уже в курсе, они уже все вроде разбираются, не знаю ничего практически. А человек это немножко думает, что он сделал какой-то китсур, какой-то сокращенный сборник сокращенных законов шаббата, он же написал какие-то слова смысла такого-то такого, он же понимает, что и как в шаббате можно уже сделать какие-то выводы из этого, но не понимает и не знает, что все эти краткие выдержки и глубочайший трактат этого шаббата, он просто никогда его не учил глубоко, откуда его это знать. Думаю, что все, что и в шаббате, это то, что написал какой-то автор, какого-то кецов. Вот так вот, он уже это знает, он уже король, сам себе король. Вообще, который почувствовал тяжесть и глубину тем, когда разбирается в шаббате, понимает, что все, что мы знаем, это как капля в море, ему не до гордыни. То есть, поэтому я позволю себе сказать следующую вещь, что у человека, у которого есть априори изначально новая скромность, самоизвержение, когда он, если он по-настоящему, в Торе растет, и его, его дурное начало не сбивает с этого, его предыдущего уровня скромности, эта причина добавила еще большую скромность, понять, что я сейчас узнал еще, но я теперь понимаю, что я еще пока ничего не знаю. И это было величайшее величие нашего учителя муше на бейн, муше на бейн, достоился быть человеком, именем, которое называется Тора, Тора Томойши. Поэтому, но мой вопрос, что причина чего, его скромность причины Торы, и Тора причина скромности, я отвечаю, это истинно, это истинно. Потому что у человека всегда бывает ситуация, когда он вначале человек простой, скромный, немножко получился, немножко что-то брел, так нос поднимается, нос поднимается. Но тут-то надо, понимаете, понимаете, это очень принципиальная вещь. Все эти вещи зависит от нашего выбора. У нас есть дурное начало, у нас есть доброе начало, но мы всегда выбираем. Можно выбрать анава, выбрать скромность, можно выбрать гордыню. Знаете, человек изначально ему подобает почет. Человечка же, душа называется, кого-то почет. Но и сам себе почет, сам по себе, это то, что действительно подобает человеку. Когда человек начинает думать, что это полагается, полагается, сам по себе, полагается, мне почет. Тут мы влезаем в страшнейшую, болото называется, гордыня. Не полагается. Не полагается. И это болото, это трясина, это причина бедности в Торе. И более того, горится в Толмуде, сейчас, на всяких датаре, в других местах, что человек, который Тора подняла, это причина, что он начал поднимать с собой себя, его опускает глубоко-глубоко вниз. Еще, просто, еще один пример. Одним из примеров, очень большой речи в Торе был в нашем поколении Ромой Шеванчеттен. Ромой Шеванчеттен рассказывает, что он повторил шансы 202 раза, а Шурханарух 700 раз. И каждую субботу он повторял заново на секрет шаббат и на секрет рове. У меня есть друг один, который был с ним близок, он сказал мне одну историю, что как-то он, Ромой Шеванчеттен с которым-то разговаривал. Там был один парень, которого звали Мойша. Кто-то позвал его, Мойша, не Ромой Шеванчеттен, а другой парень. Он придется, спросил, а что тебе нужно? Думал, что обращается к нему. Естественно и просто, это не было игрой какой-то. Мойша, это он Мойша, он Мойша. Что-то в своих глазах он Мойша. Знаете, это мы сейчас начинаем говорить о том, что ушедшего от Насара Форида Шмолевича. Человек уникальной простоты, ну, он был реально вторым Рашишивым еще от мира. Кроме, он был так называемым Шюрк-Лали, общий урок, который дает Рашишива, еще до того, как Ромаса Финкен стал Рашишивой. Помню хорошо, бывало и в уроках. 27 лет тому назад еще жив Робиниш Финкен перед дедушкой нынешнего Рашишива. Ну, принято, что Рашишива у него есть такая обязанность, это ставить хупову с его чайками Шивы. Как-то принято, что предоставляют Рашишиве. То есть принятая вещь, что Хатан, жених, организует ему подвозку обратно, такси, просто машину, что привезли, отвезли обратно. Это нормальная, принятая вещь. Рафон Шмолевич ездил ставить хупов в автобусе. Как будто не было одни из глав величайших Шивы в мире. Автобус. Просто в автобусе. Если автобусы возлещего от мира, он садился в автобусе, ехал. Я с ним как-то ездил в автобусе. Я это помню. Так, о чем я сейчас говорю. О том, что это величие в то же не скромность, но не против речи, а наоборот. Одна из них причина, другое, а вторая, это причина первая. Это требует, знаете, это требуется от нас, что касается нас самих, это требуется также от нас, это надо делать умело, не так просто, воспитывать детей, чтобы у них не было горды. Помню, очень хорошо, это было 27,5 лет тому назад, один из моих учеников ставил хупу. Это была пара неевреев, которые не имеют никакой связи с еврейством, ни по маме, ни по бабушке, ни по кому. Дело истинно, Георг. И бромон дал эти на одном балконе, а Робицца к зеребе ставил хупу, после георг. И тут он их зовал там, уважили и его сына, и Бандельхаймеру, Кима Робинсевна, и там сказал, ну, и сброход. Я там тоже там был. Робиццу сказал, что это не понравилось, что не понравилось. Он сказал, что там, гордыня, гордыня, тут надо, то есть, он бы не доволен, что Робинсевна не был уважен. Он боялся, что это может повести гордынь. Я просто обратил это внимание, потому что это, то есть, знаете, у нас есть проблема. Мы не умеем, часто не умеем воспитывать эти вещи. Вы знаете, когда сам папа полон гордыни, он хочет еще гордиться своим сыном, что он великим человеком, что он великий в Торе, поэтому он говорит сыну, не будь гордецом. Это ничего не поможет, потому что папа сам полон гордыни, полон поиска почета для себя, то все разговоры сына, папа с сыном, что не гордись и все прочее, папа, он это не воспринимает. Он воспринимает от папы то, как он живет, а не то, что он его говорит. Поэтому, когда хазуныш, слова Таталмуда, «Гадонщи мушаю термали муда», то есть, человек видит, что папа, он воспринимает больше и лучше, чем то, что от него слышит. Так вот, у нас есть один путь, один путь. Это мы хотим удостоиться, чтобы наши дети были великими в Торе, нам надо в первую очередь опустить собственный нос, а не у нас собственных детей. Чтобы дети видели в нас скромность, простоту, уважение к великим в Торе. Это очень принципиальная вещь. Когда слышал и видел, на месте написано одно высказывание Рапшлома Заман Овербаха, который был очень великим в Торе. Человек очень тоже, я помню его личность, разговаривал, человек очень простой, тоже был глава Ищева Контойера, который тоже был из величайших пусков нашего поколения. Я просто одну историю про него. Все было такое, что в одном из съездов, великих съездов американского от Исраи он послал письмо приветствуя этому съезду из родственников, отчего-то письмо с титулом, письмо Пойс Акадор, законучителя поколения и так далее. Когда сказал Рапшлом Азалман, он так возмутился, сказал своему родственнику, никогда не мог подумать, что кто-то может мне такую гадость не сделать. Это так меня назвать. Он сказал моему родственнику, так, 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 называют все себя. Ну, так, что же так называют газеты? Газеты, какого года могут так назвать. Знаете, это качество анова, это простота, самоуничижение, это по-настоящему, это то, что делает людей великими в ТОХ. Если этого нет, этого нет. Я хочу рассказать одну историю, которую я слышал от Абшама Залмана. Ему задавал такой интересный вопрос. Вот есть какой-то очень простой еврей, небольшой Томитхахам, и у него вырастают такие замечательные дети. А есть, допустим, Томитхахам, а дети не совсем. Не то, что они стали не религиозными, нет, имеется в виду, а не совсем. В чем причина? Он сказал, я тебе объясню сейчас причину. Причину. Это, опять же, это не то, что это общая схема, но это одна из возможных причин. Давайте просто поймем, что происходит. Человек простой, приходит, он идет в синагогу. Допустим, перед шаббатом между Минхой и Кабарат Шаба Семарик говорит какой-то гость, мудрец Тор. Он вникает каждому к слову, думает об этом, принимает это. Приехал мудрец Тор, надо его слушать, надо ему внимать, рассказывает в том, за трапезой, а что он говорил такого большого мудрец, какие-то замечательные вещи, как то, как все. На том же самом Драше, на самом уроке присутствовал человек более знающий. У него на каждое слово было свое возражение. Он, допустим, даже их не высказывал там в синагоге, но он это высказывал у себя дома. Приехал вот такой, такой-то, вот он сказал так, но он лучше сказать, иначе, иначе, что воспитывают два дети, что раввинов не надо особенно уважать. Так у первого вырастают дети настоящие, но это ура, а у второго не совсем. Я бы сказал, что он помню. Очень хорошо, когда меня Всевышний даровал много очень подарков в продвижении в Торе, я-то знаю, так сказать, так же, искали мои учителя, это было не ради меня, а ради пользы нашей узкотечной общины. И меня тогда, как однажды общинщину Пинкус меня предупредил, что мои, так сказать, успехи, они только не пренебрегай другими другими задатаками тоже, не пренебрегай, не пренебрегай. Это очень принципиальная проблема. Знаете, наша проблема, знаете, Всевышний хочет нам дать Тору. Знаете, в Пинкусе совершенно замечательная притча на этот счет. Всевышний это как хорошая мама, хочет все дать то, что нам нужно, чтобы было хорошо. Хочет за чего? Благодарности. Просто сказать Тору, то в этом сказано притча раби Акивы на Сагад Псахин что больше чем Теренок хочет ссать молоко у своей матери, мама хочет дать ему молоко. Всевышний хочет Тору эту дать. Просто чтобы мы были тем сосудом, который может ее принять. осуд это принятие это когда мы не гордимся, когда мы не поднимаем наш нос, когда мы принимаем Тору со скромностью и так далее. Это, мне кажется, очень важное знание для меня самого и не только для меня самого, которое касается наших ближайших недель, когда мы заново считаем о примитении Торы, получении Торы, действительно о подготовке к получению Торы и о том, что мы можем удостоиться учиться от Анатолия Шмолевича, который сейчас от нас ушел. И есть сказано такая вещь, что когда уходит из мира большой человек, большой человек, то его достоинства как бы их можно украсть, что еще украсть? Украсть это уже плохое слово взять в себе. То есть какие-то достоинства они сейчас находятся, их вроде бы из этого мира ушли, из этого мира ушли. И так они ушли, то эти достоинства можно другой взять их себе, если вы с ним работаете. И конечно, повторю еще раз, великая утрата, когда в этом миру ходит великий мудреце ТОР. И особенно, когда действительно уходят люди, у которых буквально нет смены. Нет смены. Есть насягод КТУБОТ. Там приводится законность, что когда умирает инощающий ТОР еврей, ему подобает, чтобы его провожали, последние продолжали его на похоронах сто тысяч человек подобает. Почему сто тысяч? Потому что русские слова в Талмуде «кенети носа, кахнети носа». Так же, как ТОРа была нам дана присутствие сто тысяч евреев, шесть тысяч человек. Человек, который изучал ТОРу и продавал ТОРу, он годится более того, тут нет предела. Будет миллион, это будет еще лучше. Нам надо быть просто понятием. Сказал в Талмуде тут, что есть понятие, что ТОРа уходит из этого мира. И нам надо нам и в отношении к нашим детям, нашим внукам нам надо молиться, просить, чтобы и мы, и наши дети, наши ученики, наши внуки удостоверили с ТОРой, чтобы действительно они были подходящими так называемыми сосудами ТОРу получить. И одна из качественных сосудов это Медата Анова. Но этого, конечно, этого мало. Кроме этого, желание учиться, желание того достоиться. Учалось. субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok